Да, я профессионал, да. Да нет, ну мы работаем же каждый день, ну когда-то же должно что-то получаться, наверное. Продолжение следует... Последний тур регулярного чемпионата мужской суперлиги выдался богатым на яркие события. Одним из его украшений стала зенитовская дерби, которая состоялась в столице республики Татарстан 3 марта. Главными действующими лицами помимо волейболистов стали преданные болельщики казанской команды, которые с удовольствием стали частью праздничной атмосферы, организованной специально к принципиальному матчу. Главный тренер петербуржцев Александр Климкин в этот вечер не смог рассчитывать на Александра Волкова и Александра Болдырева, а также оставил вне игры лидеров команды Ореола Камеха, Артема Зеленкова, Дражина Лубурича и Павла Панкова. А вот экс-казанцы Евгений Севажелес и Андрей Ащев провели беззамен всю встречу. Жалко, что не увидели ни Камеху, ни Панкова на площадке. У Пифера, наверное, свои какие-то задачи. Волков, да, он заболел, отравился, мы его оставили. А Болдырева травма, он прооперировался в формате и сейчас вернулся. Мы уже начали тихонечку подготовку к плей-оффу, поэтому сегодня не ставили основной состав. Надеемся, что плей-офф у нас пройдет удачно и мы еще к вам вернемся. Тоже ждал, я, честно, не знал. Сюрпризом таким было перед игрой на собрании от тренера услышать, что начинает не тот состав, что привычно. Это его выбор, как бы, он у нас главный. Владимир Олегов, наоборот, выпустил сильнейшее стартовое сочетание. Леон Андерсон, Михайлов Будько, Вольвич Самойленко и Алексей Вербов в роли Либер. У меня не было возможности, потому что я последних много игр наэкспериментировал. Мне уже перед плей-оффом нужно было состав держать, чтобы дальше двигаться в этом направлении. Начало встречи остается за хозяевами, которые при поддержке трибун убегают в отрыв 15-11. Петербуржцы, в основном усилиями Евгения Сиважелеза, выглядят неплохо, но отсутствие лидеров отрицательно сказывается на их игре. Просто неудержим пулемет Максим Михайлов, набравший 8 очков за сэмф. Плюс 5 командных эйсов за партию и на табло 25-15. Ребята весь сезон практически там не играли, так иногда выходили на замену, но все равно сегодня мы, в принципе, как я считаю, достаточно ровно играли. Не менее мощно казанцы провели и дебют второй партии, 8-3 к первому техническому. Но гости за счет качественной подачи и уверенных доигровок сначала сравняли счет, а после выхода на подачу одного из лучших подающих в Суперлиге Павла Панкова и вовсе вышли вперед 17-18. Но классная игра Леона в концовке при множестве ошибок подопечных Клинкина не позволила гостям выиграть партию. 25-21. Так вот он нужен был мне. И перерыв я не хотел брать. Вот поверьте, не хотел. Нужен Панков, нужен был Камеха с Волковым. Вторую партию мне понравилось, честно говоря, как сыграли. Очень много собственных ошибок было, причем таких очень глупых и детских. Третий сет выдался наиболее упорным и равным. 16-14 быстро превратились в 17-18. Но вышедшие в концовке Лоран Олеговна и Никита Алексеев довели дело до победы. По 16 очков от самых результативных игроков матча Леона и Михайлова, 25-22 в третьем сете и 3-0 в матче. Есть реванш и победное завершение регулярки. Сыграли, что-то получалось. Единственное, что тяжело их настроить, руки опускаются, им неинтересно это. А так, в общем-то, хорошо. Впечатления такие. Вроде начали за здравие, чуть за упокой не закончились, так можно сказать. Начали подготовку к файлу как раз. В принципе, очень неплохой результат. Конечно, хотелось бы больше. Сами понимаете, команда новая, игроки протирались счет друг к другу. То есть это был такой подготовительный, я бы сказал. Мог бы счет, в принципе, 2-1 в нашу пользу быть. Так что нормально, нормально, хорошо сыграли, ребята не стушевались. Но у нас задача минимум была попасть в пятерку. Сейчас волейбол, как я говорил, уже только начинается. С пятого места можно выскочить дальше и бороться за медали, что вполне под силой в нашей команде. И я считаю, мы можем претендовать на медали. 24 победы в 26 матчах позволили казанцам уверенно выиграть регулярный чемпионат и получить преимущество своей площадки на всех стадиях плей-офф. В четвертьфинале подопечных Владимира Олегна ждет противостояние с Новокуйбышевской новой, которая дома переиграла не основной состав Белогорья и оставила за бортом плей-офф Уфимский Урал. Львы же сыграют с Кемеровским Кузбассом, которому проиграли две последние встречи. Московская «Динамо» в пятый и шестой раз за сезон встретится с новосибирским «Локомотивом». Ну а Санкт-Петербургский «Зенит» ждет противостояние с новоуренгойским «Факелом». Матчи четвертьфиналов запланированы на 10 и 17 марта. Мы ждем вас в центре волейбола Санкт-Петербург на четвертьфинальной серии против Новокуйбышевской «Новы» 10 марта в 17 часов по московскому времени. Самое интересное в чемпионате России только начинается. Дальше больше поверь. Дальше больше поверь. Ребята, лайк этому видео. Субтитры подогнал «Симон»